Исторический момент. 17 февраля наконец-то должен был решиться, испытывающий терпение многих вопрос, будет ли распущена Тверская городская дума. Напомним, что после долгих притязаний депутатов, апеллирующих собственными политическими взглядами и принципиальными позициями, суд обязал депутатов до начала марта принять изменения в устав, которые привели бы его в соответствие с федеральным законодательством. В противном случае думе грозит распуск. Представители фракции КПРФ регулярно предъявляли свое условие. Заявляли, что проголосуют за федеральные поправки только в том случае, если будут введены прямые выборы главы города. С подобной позиции, которую многие склонны рассматривать как шантаж, Единая Россия долгое время не соглашалась. Однако, взвесив все за и против, решила пойти на компромисс. Мы все видим ситуацию в стране. У нас люди выходят на митинги, в том числе говорят лозунги за чистые, за честные выборы. И основная масса в том числе говорит о том, что мы хотим выбирать. Поэтому давайте мы данную возможность им предоставим. Раз такое дело, представители партии и власти выступили с инициативой пойти и дальше. Пусть народ голосует не только за конкретную кандидатуру главы города, но и за конкретных народных избранников в 50% соотношении с партийными списками. Удивительно, но такая постановка вопроса не устроила коммунистов. Выбор по партийным спискам они посчитали наиболее демократичными. Каждый при своем мнении явился и на последние заседания. Бори сразу не случилось и даже более того. Начало многим показалось многообещающим. Оставив главное блюдо на потом, народные избранники успели поработать на перспективу и рассмотрели вопрос о конкурсной комиссии, которая должна отобрать двух кандидатов на пост сети менеджера. Вместе с тем, состоятся ли сами выборы сети менеджера, по понятным причинам никто не мог сказать точно. Ведь с минуты на минуту дума могла быть распущена. Постепенно обстановка становилась все более нервозной. И вот вопрос о прямых выборах главы города, внесенный рассмотрение единым блоком, вместе с вопросом о смешанной системе выборов. Наши с вами коллеги из Государственной Думы вернули выборы губернаторов прямые и вернулись к выборам одномандатно. Поддержали все политические партии. Я надеюсь, что то решение, которое наши старшие коллеги в Государственной Думе приняли, мы с вами тоже поддержим. И самое главное, мы пойдем навстречу пожеланиям жителей города. Вы не разделяете это. Обе поправки одним голосованием предлагаете. Олег Анатольевич, зачем усложнять задачу? Потому что в случае принятия двух решений, необходимо будет принимать два решения по публичным слушаниям, дважды проводить публичные слушания и так далее и тому подобное. Я вас понял. От депутатов фракции «Единая Россия» поступило предложение голосовать за поправки в устав поименно, то есть открыто. Инициативу депутаты поддержали. Бабичев. За. Башко. За. Бибиков. За. Борисов. В том виде, в каком они поданы, против. Жаков. Против. Разотова. Против. Иванов. Против. Депутату Сергею Котельникову пришлось произнести слово против восемь раз. Один раз за себя и семь раз за депутатов, не явившихся на заседание лично, но передавших свои голоса руководителю фракции. Муссировались слухи, что вот коммунисты все равно проголосуют с 17 числа, потому что у них два-три человека уже как бы перекупили. Ну, чтобы доказать, что это не так, что наши все депутаты в принципе доверили мне. Потому что доверяют руководителю фракции, они выражают свое мнение. То есть ни о каком ни подкупе, ничего, речи не могло идти. Не исключая вероятности, что перед своими избирателями КПРФ придется извиниться за неисполнение принципиального наказа по прямым выборам главы города, благодаря стараниям Сергея Котельникова коммунисты единогласно проголосовали против смешанных выборов, а значит и против своей же инициативы о прямых выборах главы города. Рассматривать пакет с двумя вопросами вместе они отказались. По их твердому партийному убеждению смешанная система выборов депутатов в Думы грозит лишь коррупцией и подкупом избирателей. Настроение представителей КПРФ не оставляло шансов найти у них понимание по главному интригующему, а фактически просто техническому вопросу, федеральным поправкам в местный устав. Изменения уже были приняты в первом чтении, но во втором было необходимо, чтобы за них проголосовали не менее двух третий депутатов. 17 за, 13 против, 3 воздержались, вопрос прошел. Не прошел. Нет, 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 это второе чтение, 22 нам, Константин, 22 голоса нам нужно. Ну вот и все, что, шумели. Действия коммунистов привели к тому, что главный документ города нелегитимен. К тому же непринятие федеральных поправок в устав в Твери нарушило решение суда. Это означает, что Дума должна быть распущена. По настрою коммунистов казалось, что их цели достигнуты. Вместе с тем, еще есть шанс, что политическая ситуация в Твери может стабилизироваться. У нас еще есть срок, мы попросим суд отсрочить и в марте месяце после того, как состоятся выборы президента, мы надеемся, что наши коллеги поправки эти примут. То, что они не принимают, это, на мой взгляд, является сейчас просто предвыборная ситуация влияет на это.